так я что-то делаю я купила себе краску красное дерево и что-то я смотрю и я получаю с черной я надеюсь нет потом накрасила себе брови вот и маску нанесла сейчас пойду ванну все смывать я надеюсь что я не буду черной потому что вообще я рыжий должна быть или с красным оттенком насыщенным вот самое интересное что сейчас три часа ночи но у меня правда сбился график в 9 я уснула в час я проснулась вот в 2 проснулась и сейчас все сделаю из этого подольше смогу поспать завтра общая репетиции будет она длиться часов 6 7 это точно потом только генеральные 28 уже через неделю уже премьера так что путь я сейчас сниму ролик который не могу загрузить к себе на youtube могу только снять с компьютера где я помогаю в театре в новогодние спектакли но это был конец декабря начала января вот и в этом ролике есть я так что надеюсь вам понравится так как это театр у нас все нравится как это все время а еще у нас здесь две ночи его птичка Сколько ты нашла енотиков? Мастер, вот это маленький. Два? Покажи. Вот большой и вот этот. А маленький такой енотик. Маленький-маленький. Сидит такой скромненький. Спрятался енотик. Поищи еще. Маленький такой. Чтобы ему было не холодно. Он все-таки теплый такой. Если вы захотите, фотографируйтесь. А если после спектакля, возможно, вам подойдет наш журналист и спросит ваше мнение. Скажите правду. Договорились, Свет? Хорошо. У нас сейчас в Дамале будут каждый месяц новый спектакль. Ну, конечно, там будут для взрослых. Но можно видеть ее тоже. Так что смотрите анонсы. Плелок есть. Если вы мне сделаете выручку, режиссер обещал мне дать главную роль тоже храмы. Спасибо. Так, Евгения Владиславовна, я делаю выручку и ешь их со мной. Это историк. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. В нашем сердце мечтает и даже любовь. А теперь лучше вставать, чтобы лучше было видно. Вот так. Все. Ну, куда двойная шляпа? Улыбаемся. Все. С Новым Годом. Какая красивая девочка. А давай маме под душу поцелуй отправим. Так. Давай. Давай. Да. Да. Давай. Семья давай. Становься. Радуйся. Радуйся. Иди сюда. Иди сюда. О, вот так. Иди сюда. О. Все с вами. Спасибо. короче не угадала я с краской ну в принципе чего я ждала красный махагон на самом деле получился просто мне такие темные цвета не очень идут в принципе может быть это к спектаклю и лучше добавила возраста немного фиг знает может подсмоется за неделю это я сделала прическу просто мне надо будет там на спектакле но на генеральный все не общая как бы общая репетиция вот прогонять будем два раза и в принципе буду ну я должна уже быть с прической может что посмотреть ну вот делала себе кудри вернее не кудри а делала себе на влажные волосы такие кудельки на резинке и такая бледная стала да этот цвет мне вообще не идет но подсмоется вернусь к своему рыжему недовольная цветом ну помаду надо добавить так что привет привет так вспомнить вот такое сегодня число 22 воскресенье я уже приехала в мурманск завтра в понедельник 9 утра мы с димой идем в онкоцентр зав отделению ну диме назначили без блата без всего назначили видимо назначен когда и еще потому что только пока подтвердился диагноз благодаря биопсии а что сложность степи прогнозы еще неизвестно завтра непростой день слава богу что у меня репетиция только в среду и я могу спокойно походить с димой вот сейчас еду я приехала в мурманск а дима у своей мама так как я недалеко то я сейчас тоже иду к ольге ивановне а потом вместе пойдем домой но в диме вот я приехала поддержать у нас не начинаются не возобновляются отношения у нас их нет уже два года между нами мы в разводе но мы общаемся как друзья я я тут как друг вот не больше не меньше я всем говорю мало ли может все подумали что все я возвращаюсь переезжаю нет я приезжаю по мере возможности завтра просто но непростой день у меня есть возможность сходить зимой врачу вот поэтому я схожу все расскажу уже тогда завтра опять гуляю сёмой сёма кинуть тебе да где где ищи ищи пришла к свекрови гуляю сёма сёма сёмочка да ну сейчас кину мод рыдает я ему этот кидаю снег кидаю он бежит за ним как за мячиком сейчас 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 давай молодец сейчас покидаю сейчас всем доброе утро сейчас 23 января утро я уже проснулась давно сегодня мы едем с димой к врачу вот он еще пока спит меня радует что у димы есть сон слава богу есть аппетит есть он это самое главное ну на данный момент вот сейчас еще спит сейчас проснется будет собираться диму я где не лезть с камера я не буду это не нужно если будут какие-то новости но не будут я обязательно вам расскажу расскажу что происходит но если дима мне скажет перестать об этом рассказывать то я перестану все будет хорошо сейчас буду завтракать когда мы ездили вот в первый раз но первый единственный пока распонка центр ему делали биопсию я не знаю почему но мне прям еще ничего не зная меня лились прям дико слез и я надеюсь что в этот раз я не буду не плакать просто буду спокойной потому что вот эти слезы почему это все если хочется поплакать можно там 1 сплакнуть пожалеть всех пожалеть но когда мы идем к врачу смысл рыдать причитать надо задавать вопросы пока еще с врачом мы ни разу не виделись это будет первый раз моя задача выслушать что он скажет что там с димой пообщается и хочу задать несколько вопросов которые у меня есть короче он потом расскажу что как день тяжелый всем привет привет мы сходили с димой к врачу сейчас расскажу обстоятельно что да как и что сказал врач короче принимал зав отделением холодилов василий геннадьевич кстати ну все в очереди кто у него уже наблюдается сказали хороший специалист врач приятно кстати на приеме приятная атмосфера как бы располагает к себе потому что врачи сами знаете разные бывают слова больше сказать а тут как-то не навел страхом короче он сказал он дает дима но у него злокачественная опухоль саркома но по анализам все нормально у димы есть аппетит это хорошо нету болевых ощущений не надо боли утоляющих это хорошо еще лучше больничного пока я не не надо и ничего не надо он дал направление на мрт на кт мы там в соседний кабинет ходили к сестренский пост за талончиками и анализы еще и к нему опять на повторный после кт мрт на повторный прием чтобы он выбрал лечение пока прогнозы самое положительное что все без операции с помощью таблеток и химиотерапии но конечно более точно будет известно после кт мрт но все это в течение месяца нам талончик на на кт далее на 20 февраля на кровь далее на 22 февраля февраля сейчас январь февраля на мрт 24 по моему февраля и прием у него 29 февраля все это в онкоцентре это он к центр все это бесплатно я раз переживалась сначала побежала в регистратуру как так что так месяц далеко она говорит вы успокойтесь это зав отделением все лишь как бы если так надо так надо ничего страшного нету вот но решать диме но если он все равно решит платно проходить это то все равно в ближайшие дней 10 две недели он это быстрее не пройдет и не факт что его сможет принять онколог раньше поэтому болевых ощущений нет спит есть все нормально настрою него боевой сегодня никто из нас не плакал вот я думала что вдруг я там как сказать устрою в этой вот онкоцентре вы знаете хочу сказать что вот где приема вону этот стационарную где врачи очень так все приятно все это как-то обстановка такая новый ремонт обстановка там висят обои такие жизнеутверждающие там знаете с лучами солнца как-то приятно 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 вот ну вот так вот так что вот такие новости я бы скажу честно ночь почти не спала все это видимо на нервах все это лезло пришла после врача уснула дима еще поехал на работу вот он молодец больничный ему не давали потому что у него нет болевых ощущений нету так что все прорвемся все будет в порядке вот так вот все вот такие новости ура все пока позитивно самая важная встреча это будет 29 февраля почти через месяц так что ждем остается только ждать вот так 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 вот Продолжение следует...